Подключи тариф на все 100 от компании IntercomTel. Скорость до 100 мегабит в секунду днем и ночью, а для новых абонентов месяц в подарок. Это решение, что расширяется количество льготополучателей по оплате капитального ремонта. Есть разъяснение, есть уже федеральное законодательство. Сейчас регионы думают над тем, как его исполнить. Так вот о том, кому новым категориям положены льготы за капитальный ремонт, мы сегодня как раз об этом подробнее будем говорить. Вместе с Анной Деминым, заместителем начальника областного департамента социальной защиты населения. Анна Юрьевна, я вас приветствую. Здравствуйте, спасибо, что согласились на этот разговор, который должен быть на самом деле у нас весьма аккуратным. Я просто небольшую подысторию расскажу. Уже где-то с начала декабря прошлого года, видимо, зная что-то об инициативах федералах, нас стали забрасывать вопросами, почему вы ничего не говорите. О людях, которые старше 70 лет, и им якобы положена льгота 50-процентная по оплате капитального ремонта. Почему вы ничего не говорите о тех людях, которые старше 80 лет, для которых вообще упраздняется плата за капитальный ремонт. И вот это постановление, скажем, Минстроя. И что дальше? Ведь там же очень аккуратная фраза. Регионы должны сами фактически принимать решения. Есть ли у них возможность исполнять рекомендации федерального закона? Ну да, 29 декабря прошедшего 2015 года был опубликован 399-й федеральный закон, который расширил категорию льготополучателей в части капитального ремонта. Теперь эту льготу будут получать инвалиды первой и второй группы и дети-инвалиды, ну и граждане, которые имеют детей-инвалидов. Эти льготы будут предоставляться за счет средств федерального бюджета. А значит, в регионах он обязателен к исполнению? Обязателен к исполнению. Но учитывая, что закон опубликован был только 29 декабря, конечно, органы социальной защиты населения не успевали январскую выплату посчитать уже с учетом этой льготы. А к феврале успеете? Мы надеемся, что инвалидам первой и второй группы мы успеем посчитать эту льготу. И в феврале выплатим уже и за январь. Небольшие трудности возникают с выплатой льготы детям-инвалидам, потому что сейчас льготы на оплату коммунальных услуг мы предоставляем семьям, имеющим детей-инвалидов. То есть это не только дети-инвалиды и их родители, это еще и братья и сестры этих детей. А вот в том федеральном законе, который вышел 29 декабря, там написано, что право на льготу имеют только дети-инвалиды и граждане, имеющие детей-инвалидов. То есть это дети и родители. И вот нам нужно будет каждое дело льготополучателя, ребенка-инвалида взять и посмотреть с категории семьи, определиться, кто же будет получать эту льготу в семье. У вас сейчас как раз, я имею в виду Департамент социальной защиты населения, все усилия как раз направлены для исполнения федеральных законов в части тех категорий, которые вы перечислили. А вот о тех людях, о которых я упомянул вначале, это пенсионеры, одинокопроживающие, собственники квартир с вилкой в возрасте от 70 до 80 лет, ну и, соответственно, старше 80 лет. Вы будете ими заниматься, когда руки дойдут? Или вообще окончательное решение не принято? Федеральный закон рекомендует, а вы смотрите о возможностях, скажем, местного регионального бюджета, потому что это деньги не федеральные уже. Да, федеральным законом установлено, что субъект может установить такие меры социальной поддержки для пожилых людей старше 70 лет. Но в декабре, когда шло обсуждение этого федерального закона, Минстрой говорил о том, что, возможно, будет финансовая поддержка регионам, установившим эти меры социальной поддержки. И вот сейчас идет взаимодействие с Минстроем, они запрашивают у нас примерную численность таких граждан, потенциальных получателей этих мер поддержки. И в настоящее время решается вопрос о возможности финансирования субъектов для предоставления вот этих льгот. И несколько условий поставлено в этом законе. Это должен быть одиноко пожоживающий собственник жилого помещения, являющимся пенсионером, неработающим в возрасте старше 70 лет. Пенсионный фонд вам здесь может помочь, наверное? Пенсионный фонд может нам дать сведения, сколько у нас всего неработающих пенсионеров этой возрастной категории, и они нам эти сведения предоставили. Это около 100 тысяч человек в области. Но? Но мы не знаем, кто из этих людей является одинокопроживающим собственником жилого помещения. А как вообще понимать вот эту фразу «одинокопроживающий»? Это должен быть просто один человек, живущий в своей квартире? Зарегистрирован один, да, по месту жительства. Но могут с ним проживать какие-то родственники? Ну, если он зарегистрирован один, то он считается одинокопроживающим. Если проживают родственники, не зарегистрированы с ним официально, и мы о них никогда не узнаем, ну, конечно, да. Если федералы не помогут, тогда вы... Ну, да, действительно, из бюджета идут колоссальные деньги на предоставление мер социальной поддержки. И так уже, да? Да, четверть населения области получает такие мер социальной поддержки, и почти 2,5 миллиарда денежных средств, рублей идёт на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг. Это и льготы, и субсидии. Конечно, нужно будет решать вопрос о возможности финансовой. У вас сейчас два главных направления работы. Это всё-таки составить максимально близкую к истинной базу возможных льготополучателей. Это решить все вопросы с федералами, отчасти предоставление субъекта, я имею в виду, Ивановской области материальной поддержки на обеспечение льгот. Это ведь, наверное, займёт ни неделю, ни две. Это может растянуться на месяцы. Но так как это всё равно будет решение и специальный закон, который будет готовить, наверное, ваш департамент Ивановской области, мы не говорим о том, что если вы не успеете, ну, я имею в виду всем миром Ивановскую область, не в январе сделать это всё, не в феврале, а, например, скажем, он вступит в действие с марта, то вот этой компенсации за январь и февраль её, наверное, не будет. Вот как всё будет готово, так будет принят закон, и так будет предоставляться льгота. Ну, сейчас говорить, конечно, об этом рано, но если будет принято положительное решение, то я думаю, что с 1 января действие закона должно быть распространено. Ах, вот так вот там, да? И если даже, собственно, там необходимые денежки не придут льготополучателям новым за январь и за февраль, они, значит, должны прийти позже всё-таки, да? Потому что вы ориентируетесь именно на 1 января. Думаю, что так. А как вообще реализуется вот эта вот льгота? То есть мне приходит уже платёжка, к которой я привык. Всё утрясено. Я действительно являюсь новым льготником, да? Вот тем самым пенсионером, одинокопроживающим, ещё пока не достигшим 80-летнего возраста. Мне якобы положено льготам 50%. Я получаю платёжку в 300 рублей, скажем, который привык, и плачу только 150 рублей? Или это работает по-другому? Нет, это работает так же, как все остальные льготы. Мы предоставляем в денежном выражении меры социальной поддержки и перечисляем либо через отделение связи, либо на счёт кредитной организации. Опережая или нет? Платёж у нас авансовый. В текущем месяце, за текущий месяц. То есть сначала я получу вот эту компенсацию, да? А потом, собственно, возьму денежки, доплачу свою и, соответственно, заплачу в полной мере уже за капитальный ремонт. Вы занимаетесь своим делом. Люди пожилого возраста ждут окончательного решения относительно своей персоны. Им сейчас нужно предпринимать какие-то усилия, доказывать своё право, потому что мы перечислили критерии, по которым они могут попасть в категорию льготополучателей. Нужно ли писать заявление, ждать от вас каких-то уведомлений? Как вот взаимодействовать с Департаментом Союза защиты? Ну, сейчас пока предпринимать ничего не надо. Как только будет принято решение, будет написан закон Ивановской области, предусматривающий эти меры социальной поддержки. В том случае Департамент социальной защиты населения уведомит через средства массовой информации всех потенциальных получателей этой меры поддержки, если, конечно, будет положительное решение. Уведомлено для чего? Чтобы они были морально к этому готовы или потом предприняли какие-то действия? Чтобы обратиться, да, в органы социальной защиты. Обратиться, написать соответствующее заявление, вот так вот. А вы, кстати, сейчас не решаетесь, чтобы все, возможно, может быть, с какими-то нюансами, новые льготополучатели шли к вам и писали заявление. Может, они тогда помощниками вам будут для составления вот этой базы? Вы получили от них сведения, от человека, значит, чтобы никого не упустить, но и просто смотрите уже по своим каналам, попадает он льготник или не попадает. Ну, заявление мы можем принять только на предоставление государственной услуги. Пока такой услуги нет, она не утверждена, не предусмотрена. Как только будут все вот эти необходимые процедуры проведены, тогда мы уведомим граждан, что можно будет обращаться в органы социальной защиты населения. Вы же все равно к этому готовитесь? Это речь идет потенциально о тысячах человек или о десятках тысяч человек? И вообще в какие деньги и суммы это может вылиться? Я имею в виду абсолютно новые льготы. Я сейчас не беру инвалидов первой, второй группы, детей инвалидов. Я говорю только о людях пожилого возраста. Ну, мы предполагаем, что это, наверное, около 40 тысяч человек будет потенциальных получателей. И где-то около 35-40 миллионов потребуются на эти цели. Я вас благодарю. Мы тогда будем следить за развитием событий, как будет появляться новая информация, которая будет важна для пожилых людей. Милости просим вашу студию, мы еще это обсудим подробнее. Сегодня я с вами прощаюсь. Нашим телезрителем напоминаю, что мы говорили о возможных льготах на капитальный ремонт в Ивановской области вместе с заместителем начальника областного департамента соцзащиты Анной Деминой. Вопросы и комментарии по телефону 59-21-21. Я на этом с вами прощаюсь. До свидания. Всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова